Благодарительному фонду имени Антона Кульш всего два месяца. За это короткое время он смог объединить уже более трех тысяч подписчиков. Все началось в Кагалыме. Сегодня уже вся Югра не бросает своих за помощью. Сюда обращаются даже жители других российских регионов. Сейчас начинаем работу фонда по всему ХМАУ. Начинаем популяризировать. Рассказываем людям, что фонд хоть и молодой, но у нас очень сильный волонтерский состав. Люди присоединяются нам. На днях в фонд поступил еще один сигнал СОС. Матвею Мазиеву, которому еще нет и года, нужна помощь. Нейробластома. Этот диагноз прозвучал как приговор, но родители не теряют надежды. Им удалось найти израильских врачей, способных дать шанс малышу. В пересчете на рубли цена вопроса более 11 миллионов. Сумма не окончательная. Мы первый этап химии прошли только в понедельник. У нас начинается второй этап химии. Врач сказал, что она будет намного агрессивнее на 7-8 дней. Это будет тоже круглосуточно. Самое главное – собрать на лечение. Я готова под больницей жить, лишь бы там только моего ребенка взяли туда. Пока идет сбор средств, родители Матвея поддерживают его здоровье в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Получается, уже сбор стартанул в понедельник. Уже Матвея была готова к подушке безопасности 2,5 миллиона рублей. И уже осталось порядка чуть больше 8 миллионов. Мы должны друг другу помогать, потому что беда может коснуться любой семьи. И, к сожалению, без поддержки близких, без поддержки общества, без поддержки земляков, такую крупную сумму на лечение просто физически не справится. Если вы можете помочь маленькому Матвею, перечисляйте средства по указанным реквизитам. Кристина Скворцова, специально для новостей.